аннуляций переносов бронировок период карантина может продлиться и на май шестью туроператорами украины у которого ребят самые такие вот запутанные условия самые невыгодные для туриста и самые непонятные туроператор выставляет фактически понесенные затраты согласно условиям договора появилась информация по условиям туров которые попадают на пост карантинный период эту возможность он дает до конца 2021 года это принципе очень хорошие условия всем привет с вами владимир шамид путешественник и турагент правда как вы видите все мои путешествия на данный момент времени происходят в основном в домашней обстановке принципе как и у большинства украинского народа но не от нас это зависит в общем это было небольшое лирическое отступление а сейчас давайте вернемся к теме видео и так в этом видео продолжаем тему аннуляции переносов бронировок и депозитов по основным массовым украинским туроператором то есть здесь мы разберем вопрос который касается карантинных дат то есть туры которые попадают на карантинные даты и пост карантинные даты потому что все-таки период карантина может продлиться и на май это я уже получил некоторую информацию не по официальным источникам то есть это я не брал эту информацию из каких-то там интернет ресурсов то есть это я там общался с конкретными людьми которые говорят что все может продлиться и на период мая поэтому уже некоторые туроператоры некоторые не все в принципе дают условия по переносу туров которые попадают на пост карантинные даты итак первый вопрос который больше всего волнует туристов это в том что туроператоры вот на своих официальных сайтах ну почти не предоставили информации по всем этим алгоритмом аннуляции переносами тому подобное и все эти вопросы они говорят решать туристам через своих турагентов у которых они оформляли эти туры и так дальше мы сейчас пройдемся по основным украинским туроператором самым крупным массовым украинским туроператором у которых больше всего туристов да конечно всего туроператоров больше но если все перечислять то видео будет слишком длинным поэтому ограничимся шестью туроператорами украины и так первый украинский туроператоров с которого мы начнем это тест-тур тест-тур на своей официальной странице facebook дал разъяснения туристам да я эту информацию конечно не нашел на официальном сайте но тем не менее хотя бы в фейсбуке хоть один туроператор подробно разъяснил туристам какие варианты у них есть итак первый вариант по тестуру это просто перенести даты тура на любое другое направление неважно там турция египет можно все менять комбинировать то есть имеется в виду что туроператор не дает никаких ограничений просто на любое другое направление на любой другой вариант по цене онлайн которая есть на данный момент на сайте 2 который предлагает туроператор если турист не определился то есть он предлагает оставить эти деньги как депозит в виде авансового платежа на будущий отдых этих туристов при этом он говорит что сохранит даже курс при котором носилась оплата то есть тот который был ранее примеру если раньше курс был 25 тысяч за тысячу долларов то сейчас там 28 тысяч за тысячу долларов соответственно вот вы вносили 25 тысяч это 1000 долларов и эту тысячу долларов туроператор говорит что он сохранит на ваш будущий отдых это получается все-таки чуть-чуть не официальная информация потому что официально все-таки вы оплачивали в гривнах и четко будет сумма конечно указано в гривна но тем не менее туроператор тест тур один из самых честных туроператоров поэтому я думаю что верить ему можно и третий вариант туроператор говорит что вы можете аннулировать свои туры но тогда туроператор выставит фактически понесенные затраты в размере от 25 до 100 процентов это если вы просто захотите аннулировать тур в любом случае все это индивидуально рассматривается туроператором и если вы какой-то из этих вариантов выбираете то естественно вам нужно обращаться через турагента туроператору и решать этот вопрос это касается конкретно карантинных датура то есть 16 марта по 23 апреля вот за пост карантинные даты пока что тест тур еще не дал разъяснений то есть имеется ввиду за майские там даты и возможно позже к даты туров он не дал никаких разъяснений но если у вас возникает вопрос и ваш тур попадает там на какой-то период мая и вы уже не знаете как бы сомневаетесь ехать не ехать то вам нужно обратиться к вашему турагентству и чтобы он обратился к туроператору туроператор даст ответ турагентству турагентство даст вам ответ что же вам делать если вас тур попадает там на период мая примеру это был тест тур следующий туроператор это annex tour annex tour предоставил эту информацию конечно на сайте по условиям переноса перебронировок по заявкам на карантинные даты даже есть информация по заявкам пост карантинных дат но она закрыта для туристов и чтобы эту информацию узнать туристу нужно обращаться именно к своему агентству через которые они оформляли тур и это агентство даст эту информацию в целом у annex tour есть несколько условий значит одно условие это по карантинным датам второе условие этапа пост карантинным датам а также еще есть отдельные условия для заявок которые были по направлению турция то есть получается по турции если тур попадает на период карантина annex tour дает возможность перенести дату тура без изменения параметров и даже по той стоимости по которой вы оформляли тур но только в период с 15 октября по 10 ноября то есть если вы перенесете в эти даты ваш тур который попадает на карантинные даты если у вас какие-то условия меняются то нужно запрашивать это естественно через ваше агентство утро оператора annex tour по заявкам по другим направлениям annex tour дает возможность переносить принципе тоже сохранением стоимости если ничего не меняется и даже он сохраняет курс но если вы не можете определиться с датами тура то есть тур который вы хотите перенести на будущий период annex tour оставляет для туристов возможность заморозить эту оплату по туру который не состоялся и использовать эту оплату в будущем на оплату туристических услуг у туроператора annex tour и что касается пост карантинных дата annex tour также сама дает возможность перенести ваши даты тура которые начинаются там после 24 апреля но по текущей стоимости онлайн если допустим вы сомневаетесь переносить не переносить принципе можно не трогать этот вопрос то есть все таки как бы до высокая вероятность что май будет карантинным но тем не менее если он будет не карантинным и туры будут начинать выполняться и вы готовы в этот период времени отправиться на отдых то можно принципе не трогать если все таки как бы не откроются границы то естественно annex tour предложит туристам перенести даты тура и принципе как бы вы можете воспользоваться уже этой этой возможностью позже и касательно аннуляции по annex туру то тут туроператор никаких подробных инструкций не давал то есть если вы захотите аннулировать ваш тур и попытаться вернуть деньги то тогда вступает в действие условия по договору который вы оформляли турагентстве то есть скорее всего будут какие-то фактически понесенные затраты от туроператора и та сумма которую туроператор выставить виде штрафа он возвращать не будет итак следующий туроператора это пегас туристик который хоть в каком-то виде но все-таки дал информацию туристам по условиям какие у туристов могут быть условия по турам которые оказались на период карантина тут довольно все легко и просто значит первый вариант это перенести по цене онлайн которая есть на текущий момент времени и второй вариант это оставить деньги в виде депозита в виде авансового платежа на будущий отдых это то что касается туров период карантина значит если вы просто захотите аннулировать тур то тут нужно запрашивать информацию будет ли оператор выставлять какие-то фактически понесенные затраты по турам которые попали на период карантина дальше по условиям посткарантинного периода по турам у пегас туристика на сайте пока что для туристов информации отдельной как бы я нигде не нашел но тем не менее для своих туристов мы запрашивали эти условия и пегас туристик дает возможность туры которые должны состояться примеру вот в конце мая либо там начале июня именно на данный период времени он дает тоже возможность перенести то есть по новой стоимости онлайн то есть без каких-либо штрафов на данный момент времени туроператор дает возможность перенести дату тура и вторую возможность на данный момент времени он также оставляет туристам которые не знают точных еще дат оставить оплату туроператора в виде депозита то есть авансового платежа на будущий период времени и от воспользоваться этими деньгами на будущий свой отдых и при этом эту возможность он дает до конца 2021 года не до конца двадцатого года а до конца двадцать первого года это принципе очень хорошие условия и если турист хочет аннулировать тур который там состоится в мае либо там в июне ну неважно когда то есть пост карантинные даты то туроператор выставляет фактически понесенные затраты согласно условиям договора то есть там в зависимости от того за сколько вы аннулируете тур там есть определенный штраф по моему самый минимальный это больше чем за месяц там 30 евро с одного туриста и плюс стоимость чартера в общем такая информация по аннуляции туров которые будут проходить уже в пост карантинный период то есть если вы беспокоитесь аннулировать не обязательно вот и можно воспользоваться двумя условиями которые предлагает туроператор но эти условия вам туристам нужно запрашивать через своего турагента в туроператора и так следующий туроператор это джойна которому наверно сейчас больше всех сложностей потому что у него очень много туристов но давайте пройдемся по условиям значит на своем сайте он не давал открытой информации туристам он сказал обращайтесь вашим турагентом турагенты вам все расскажут по условиям переноса аннуляции и тому подобное значит в принципе у оператора джина есть такой вот вариант если тур попал на период карантина туроператор аннулировал заявки и предлагает туристам до 21 04 принять решение для того чтобы перенести даты тура на будущий период то есть выбрать из онлайн а возможные варианты и перенести ваши туры если не меняются характеристики то туроператор даже обещает сохранить тот курс по которым вы оплачивали ваш предыдущий тур также туроператор говорит что если турист до 21 апреля не решится с датой переноса тура то по окончанию форс-мажорных обстоятельств он оставляет туроператор оставляет за собой право выставить туристам фактически понесенные затраты то есть выставить какой-то штраф я конечно по этим условиям по фактически понесенным затратам по турам которые не состоялись не очень согласен но больше всего у меня удивление внимание вызвал пункт новых условиях это то что туроператор по новым перебронировкам ставит условия без дальнейшего права аннуляции то есть что это означает что если вы перенесли дату тура пример у вас должен тур был состояться в апреле он не состоялся вы выбрали примеру дату тура в сентябре либо в октябре перенесли и примеру там летом в июне там в августе либо там в июле захотите аннулировать тур то есть ли вы аннулируете этот тур туроператор джейна выставит стопроцентные штрафы вот это означает этот пункт и он мне очень конечно не нравится потому что как бы но это совсем не объективно для туристов тем более в такой ситуации но с другой стороны скорее всего это такой вот технический момент вот чтобы избежать технических аннуляций то есть имеется ввиду что примеру вот в апреле вы принесли дату тура на октябрь и принципе если вы ее аннулируете там за два месяца штрафные санкции от туроператора там получается минимальные но чтобы убрать эти минимальные штрафные санкции как бы чтобы избежать вот этой панике и всему тому подобный туроператор наверное ввел такое условие и буквально недавно на сайте туроператора джейна для турагент появилась информация по условиям туров которые попадают на пост карантинный период начиная с 25 апреля 2020 года значит там есть два варианта если до даты тура меньше 30 дней и если до даты тура больше 30 дней если меньше 30 дней то тур можно перебронировать по новой стоимости онлайн сайта туроператора джейна при этом будут учитываться фактически понесенные расходы по старому туру если до даты тура больше 30 дней то этот тур можно перенести по новой стоимости онлайн без каких-либо фактически понесенных расходов туроператора в общем эту информацию если вас интересует вам нужно запрашивать именно у вашего турагентства где вы оформляли тур следующий туроператор корол трэм значит у этого оператора такие вот скользкие моменты и тут давайте мы разберем чуть-чуть подробнее значит первый вариант это перенести даты тура по текущей стоимости онлайн второй вариант туроператор предлагает заморозить денежные средства по турам которые попадают на период карантина и воспользоваться этими денежными средствами на будущий свой отдых при этом оператор даже говорит что сохранит и курс но это все так вот условно потому что условия у корол тревел постоянно меняются и третий вариант если турист просто захочет аннулировать заявку то тогда туроператор выставит сто процентный штраф и так смотрите дальше если все таки вы не определились датами тура это вполне логично в этой ситуации то туроператор говорит что значит даты будущего тура должны быть именно до конца 2020 года это первое условие и второе условие которое появилось буквально недавно это то что до даты нового тура который вы будете переносить то есть средства имеется ввиду из депозита должно быть не менее 14 дней то есть логически что если вы будете ждать чего-то там горящего то горящего как бы тут уже ничего не дождешься но вообще как бы суть в чем что условия у туроператора постоянно меняются по всем этим депозитом переносом и тому подобное они не публикуются на официальном сайте вот поэтому оператор в этой части выходит как бы сухим из воды и кстати недавно туроператор в одностороннем порядке изменил условия аннуляции туров то есть как бы это должно в принципе касаться и только заявок будущих то есть он говорит что при аннуляции тура стопроцентный штраф для туристов вот неважно вы внесли 30 процентов но если вы захотите аннулировать там допустим то вам все равно нужно еще и доплатить до 100 процентов вот это раз одной из условий второе он говорит что все таки условия аннуляции по каждой заявки будут рассматриваться индивидуально из практики рассказываю пример у нас дата тура попадала на 17 марта тур не состоялся писали много сообщений на туроператора объясняли ситуацию но туроператор сказал что либо переносим тур либо оставляют туристы деньги как депозит либо аннуляция соц стопроцентным штрафом все никаких уговоров туроператор вообще не принимает во внимание то есть там много было документов отправлено что там ситуацию туристов действительно как бы нелегкая вот и то есть желательно чтобы это было был возврат денег но туроператор никаким образом навстречу вообще не пошел с одной стороны до принципе вопрос решаем через суд но увы заявка стоила 10 тысяч то есть тур стоил 10 тысяч гривен берем хорошего адвоката берем стоимость иска берем несколько месяцев судебные волокиты и возвратов то есть получается шкур кавычинки не стоит поэтому тут нужно понимать в принципе если вы хотите пойти в суд и решать этот вопрос через суд то стоимость тура должна иметь как бы хорошую как бы сумму денег имеется ввиду то может быть от 50 и там до 100 тысяч гривен потому что хороший адвокат будет стоить хороших денег если вы захотите вернуть то тут увы нужно будет воспользоваться услугами хорошего адвоката поэтому скоро вам ребят все неоднозначно очень мне не нравится то что у оператора меняются постоянно условий они нестабильные и конечно же не очень как бы удобные и комфортные для туристов что касается пост карантинных дат у тур оператора coral travel информации пока что официальной никакой нету от туроператора по переносам и перри бронем и перевести оплату на депозит туроператор ничего не говорит за пост карантинные даты поэтому на данный момент действуют те условия которые согласно договора и если вы все-таки захотите аннулировать то туроператор выставить фактически понесенные затраты при этом они конечно могут не очень быть положительными для туристов и последний туроператор за которого я вам расскажу именно в этом видео этот туроператор туи у которого ребят самые такие вот запутанные условия самые невыгодные для туриста и самые непонятные значит принципе туроператор туи предлагает три варианта для своих туристов первое если заявка оплачено ну если тур оплачен в размере там от 90 до 100 процентов до 26 марта тот туроператор туи говорит что перенесет оплату на новую заявку по тому курсу которому вы платили раньше по старому туру который попадает на период карантина второй вариант это если у туристов оплачено менее 90 процентов то есть примеру это там от 30 процентов до 90 процентов то тогда туроператор зафиксирует эту оплату именно в гривнах то есть если вы там платили 500 долларов то сейчас это наверное будет около там 430 долларов по курсу туи вот соответственно если все-таки вы будете перебронировать заявку по туру которая не состоялась период карантина но на список из определенных отелей по туроператору туи только в том случае туроператор может сохранить именно курс по которому вы оплачивали ранее вот и третий вариант это аннуляция тура аннуляция тура будет производиться по условиям договора и если там по условиям договора есть какая-то часть денег которая будет возвращаться туристу то по условиям от пу и они будут делать этот возврат после того как стабилизируется ситуация в мире и когда начнут летать самолеты из украины это касается условий которые туры попадают на карантинные даты то есть до 24 апреля вот за туры которые попадают на пост карантинный период никаких разъяснений нету соответственно может быть эти условия можно использовать может быть эти условия нельзя это нужно индивидуально запрашивать через вашего турагента и соответственно получать ответ от туроператора туи но принципе ребят это я вам рассказал кратце эти условия поту и все таки поту и наверное нужно будет отдельно видео рассказать их более детально потому что ну реально как бы я даже не представляю ваши глаза когда вам ваш турагент рассказывает эти условия их не очень легко понять даже самим турагентством не очень это все понятно особенно если турагентство только открылась и попала в такую вот ситуацию с этим коронавирусом из этой всей ситуации в мире итак ребят это были такие вот условия по основным массовым туроператором украины по самым таким вот масштабным туроператором которых больше всего туристов если у вы зрители которые смотрели это видео и у вас какая-то ситуация с туроператором то неважно вот с теми туроператорами которых я перечислил и или с другими туроператорами то напишите вашу историю вашу ситуацию в комментариях допустим возможно у вас будут какие-то вопросы то я постараюсь ответить принципе в предыдущем видео вопросы которые мне задавали я старался отвечать в общем смотрите на этом все ребят заканчиваю это видео желаю чтобы у вас все порешалось чтобы у вас все сложилось максимально выгодно и было наименьше потерь чтобы ваш отдых состоялся и вы получили положительные эмоции от вашего отдыха в будущем всем спасибо за внимание если есть вопросы и либо ситуации которые есть у вас и вы можете поделиться обязательно пишите в комментариях под этим видео подписывайтесь на мой канал кнопочка подписаться под этим видео всем еще раз желаю только хорошего настроения до новых встреч пока пока